Дети приехали из Уфы, из Липецка, из Александрова. Можешь представить, да, в Манюзьке, вот эти дети, они приехали, я передаю, очень приятно тебя видеть. Сколько детей? Сколько детей? Считаем, сколько детей? Максим, из Уфы, значит, да, Ему. У меня шесть подарков, поэтому. Все нормально, всем хватит. Мария Абдеевна, утешительный. А семь будет? У папы. У нас только шесть. Мы утешительный найдем. Утешительный найдем, да. Передаю. Да, уважаемые коллеги, друзья, здравствуйте. Я президент Российской Муниципальной Академии, которая работает с главами городов. И президент Общенационального Союза Некоммерческих Организаций России. Мы тоже очень много работаем с детками, с маленькими. И очень любим творческие союзы детей. И всегда стараемся их поприветствовать, привезти. Какие подарки, то, что нам дарят наши партнеры, передают. И мы с удовольствием все это передадим. Саша, скажи, что когда-то ты возглавлял прионерскую зорьку. Ну, дети этого не знают, но, может быть, и со старшего поколения будут делать дело, да. Были такие дети, которые были как бы государственные дети. Я помню, что я еще совсем маленький. Вот таким же я был, как здесь основная аудитория детей. Я, верно, не я, самая мама услышала какое-то объявление по радио, что выбирает каких-то детей. Читать передачи по радио и по телевизору тоже. Телевизор меньше, но с большим детским кормом. Да, я был сын маленький. Мама соображала даже, что. Но я поехал, когда действительно прошел эти конкурсы, все отборы. И помню еще Юрию Борисовичу Левитана и Ольгу Сергеевну Высоцкую, которые в войну объявляли о наших победах и о наших поражениях. И все знают, да. Да, ну, старшего поколения, конечно, знают. И вот я уже таким маленьким, мы проходили там в этой школе юных дикторов, систему театральную, по которой учатся студенты училища имени Бориса Васильевича Щукина. Театральный институт у меня начался вот в таком возрасте, как у маленьких детей. И я его прошел два с половиной раза. То есть я рос, потом пришли какие-то новые дети, а вроде все учатся. И опять по новой. И я уже подсказывал этим новым нашим бахтановским учителям, как вообще правильно что-то говорить. Я уже был такой, был еще маленький, но уже был все-таки 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 маленький. Да, да, образованный. Поэтому я, конечно, считаю, что мне очень в жизни повезло, что у меня было такое детство, что я знаком с уникальными мастерами слова, мастерами сцены. Помню, актеров я вот некоторых смотрю, там вот сейчас в фейсбуке попадаются. Они уже, эти артисты, как ископаемые просто. Вот они умерли сто лет назад. Думаю, господи, а я еще все живу. Я же с ними просто разговаривал, они меня все научили. И поэтому хочу сказать, что вот то, что родителям обращаюсь, деткам, может быть, это не очень понятно, что я говорю, а я обращаюсь к родителям. Вот ваши дети, я не перестаю это говорить, они избранные, потому что у них такие родители. Вот Бог благословил вас, родителей, бабушек, дедушек, родственников других, которые сюда привезли на конкурс, которые занимаются детками. Ведь очень многие растут, как трава. Ну и, ну, нельзя сказать, что уж совсем как трава, конечно, там надо покормить утром, там что-то еще, но это уж все, наверное, делают родители. Но вот так вот действительно заниматься ребенком, еще найти такого уникального человека, как Мария Абдеевна, и вот их сюда пригребить, и пройти этот конкурс, и как-то быть рядом, почувствовать это тепло, которое здесь всегда окружает этого человека и ее команду замечательную. Это очень здорово. Детки маленькие, но они, может быть, подрастут, и потом будут говорить, как им повезло с родителями, которые чувствуют волну, чувствуют вот тех замечательных педагогов, мастеров, учителей, которым можно доверить своих детей. Конечно, будут не только рисунки, будет что-то еще, другие увлечения у ваших детей. Конечно. И обязательно уделяйте внимание детям. Именно так могут раскрыться их таланты. Потому что очень часто бывает, что музыкальный талант просыпается у детей после 16-17 лет, когда уже нельзя сделать из этого человека голодого уже пианиста, или очень сложно сделать композитора, чтобы он сам сочинял, потому что руки уже не поддаются. Мы знаем, что в 3-4 года можно именно вот в это время, но 5 лет – это уже край человека отдать в хореографическое училище, потому что нога, она должна развиваться именно уже по-другому в балетной школе. А чуть позже это уже можно заниматься, можно, конечно. Некоторые родители так поступают, но, к сожалению, этот ребенок никогда не будет замечательным балетным артистом, потому что есть физиология, и против нее не попрешь. Еще раз хочу вас, дорогие родители, бабушки, дедушки, родственники, братья и сестры, поприветствовать. Дорогие дети, вы своих родителей тоже, и всех, с кем вы приехали, любите, цените, потому что вы даже не представляете, может, взрослые, когда чуть-чуть еще постарше ходят, поймете, сколько они для вас делают добра. И вот, конечно, здесь мне сказала Мария Авдеевна, что из регионов приехали люди. Это значит, потратились на дорогу, здесь на гостиницу, может быть, на один, на два дня некоторые приехали, просто чтобы здесь побывать, вот услышать кого-то, кто здесь находится. Это тоже очень правильно. И никогда не думайте, что вот, что я вот поехал, что-то какой-то грамотный, стоит три рубля, или там, зачем я время потратил. Это не время, это совсем другое. И Бог с ним, с этими деньгами, они всегда зарабатываются. Самое главное, что вы сделали это для ваших детей. И Бог все это видит, и дети все это видят. И обязательно, это закон жизни, закон жизни, что изменения, изменения обязательно будут и в детях, и в вас самих, когда вы сами делаете добро. Для детей, для других людей, вы все равно живете лучше. Бог за это, действительно, как сказала сейчас Мария Авдеевна, воздает. Это, ну, иначе вообще бы, вот как у нас вообще страна живет, непонятно, наша Россия, да? Сложно люди живут, и плохо люди живут. И, к сожалению, не улучшается жизнь сегодня. Но может, она здесь вот для глаза, в Москве, кажется, что лучше. А где-то копнешь туда в регион, подальше поедешь, там очень тяжело. Мы это прекрасно все знаем. Но вот этим вот чудом, этим добром, этим каким-то, ну, не знаю, вот этим особым каким-то, вот такой наградой, таким, ну, не знаю, удивительными качествами надарила нас вот божественная сила людей, которые живут на этой территории. Мы все равно живем, выживаем, даем мастеров искусств не только в нашей стране, но и всему миру даем. И, конечно же, там на Западе не дремлет, они, даже сейчас, они думают, что вроде они победили уже все. Уже здесь разложили все, система образования никуда не годится. Культура тоже в ужасном состоянии находится на стране. И пытаются добить. Но все равно, благодаря вот вам, вот этому внутреннему духовному сопротивлению, конечно, наша страна победит. И всегда будет на первом месте. И всегда будет законодателем мод, законодателем новых идей и всех инноваций в мире. Так было, есть и будет в веке любовь. Спасибо вам большое. Огромное спасибо Александру. Вот. И сейчас дети, чтобы куда-то не выходили особенно, потому что сейчас детям будут раздавать подарки. Не грамоты, а подарки пока. Подарки от Касперского. Да, давайте сказать, кого. Детки, значит, подарки эти дал, ну, родители знают, может быть, вы там слышали что-то. Да, дал Евгений Касперский. Вот это лаборатория Касперского, знаете, да, который делает различные лицензии и аппаратные решения, и всякие решения в сфере информационных технологий, которые защищают наши государственные аппараты. И также вот во всех системах государственной власти. И тоже дома защищают наши компьютеры от всяких шпионов, от всяких вирусов и так далее, и так далее. Вот. И мы сейчас вот подряд, кто как вы будете выходить, у меня есть вот такой антивирус на два компьютера, на любой гаджет, на компьютер, на макинтош, на планшет, на телефон можете ставить. Вот, такому ребеночку сейчас мы подарим. Иди. Как тебя зовут? Ангелиночка. Ой, Ангелиночка. Все, а вставай, давай. Вставай сюда. Сейчас мы сфотографируем. Держи. Держи. Держи, мы сфотографируемся. Ты знаешь, что такое компьютер? Телефон, да? Ну вот эта вот штука, которая внутри, она защищает, чтобы телефон и компьютер или планшет не погибли. Да, я могу сфотографировать. Да? Ну вот. Родители тебе тоже расскажут, что это такое. Тебе подарок. От нас всех. И от Евгения Касперской. Я буду не разговаривать, а на этот подарок. Еще один. Так, ну на следующий. Да, давайте мальчик, мальчик. Мальчик. Вот такой подарочек. Как раз ему будет то, что надо. Как тебе нравится? Вставай сюда. Там видно? Вставай. Да, а я поеду. Наоборот, держи. Да, мы сфотографируем. И покажем, да. Здесь написан Касперский тоже. Да. И покажем тоже Евгению Касперскому, куда вот эти замечательные подарки идут. В каком городе ты живешь? Э-э-э. Уфа. Уфа. И Татасвы. Ясно. То есть столица Башкортостана. Я там был. Отвечал как раз за выборы. В 2003 году были выборы, когда победил, ну 50 на 50 там было, а кто победил Муртазан. Гуэдович Рахимов. Ну что, давай, поздравляю тебя. Что ты будешь класть в портфель? Что? Свои вещи. Какие у тебя вещи? Важные. Важные вещи. Я думаю, скажут деньги пачками, нет? Можешь и пашковый. Ну да. Хватит этого мешка. Он так раздувается, много можно положить и вещей, и денег. Блечами, пожалуйста, хватит или не хватит, не знаю, где это было. Ну дай бог, чтобы не хватило, чтобы еще пару мешков нужно было, чтобы положить. Давай, вот девочки замечательные. Как тебя зовут? Иди к нам. Иди сюда. Давай. Не бойся, это тебе подарок. Давай вместе с мамой, да? О, давайте вместе. Давайте. Вот, не бойся, это вот коробочка тоже. Держи. Давай вместе. Сапортируемся. Посмотри. О. Видишь? Родители тоже расскажут, что это такое. Как тебя зовут? Таисия. 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 Очень красивое имя, русское. Так, сколько тебе лет? Три. Три годика. А ты тоже разрешает тебе, родители, смотреть в компьютер или в телефоне что-то такое там вот, играть или что такое? Нет? Да. Разрешаю? Да. Тебе нравится? Ну вот, это как раз защита. Чтобы телефон не сломался, компьютер не сломался. Чтобы его всякие там злые вирусы не победили. Вот теперь. Да, держи. Это под вирусами компьютерей. Ну все, спасибо тебе большое, Таисия. Родители поставят. Главное, ставьте, кому вот эти вирусы, одновременно, сразу на что-то. Потому что если вы на один поставите, уже счетчик пошел. Ну все, да. Спасибо. А мальчик, давайте мальчику сейчас. Мальчик, подождите. Максим. Давай, мальчик. Сейчас, еще есть. Мальчик. 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 Третий рюкзак? Не надо? Не надо. Может тебе что-то другое? Давай, Таисия. Все, оставляем. Действительно. Как раз у нас в рюкзаке очень тепло. Тебе антивирус пойдет? Да. Красивая коробочка? Давай. Давай. Сейчас, а вот кандидат за рюкзак. Хорошо. Так, ну сфотографируемся. Знаешь, что это такое в коробке? Антивирус. Ну все, шикарно. Спасибо большое. Присаживайся. Да, теперь Максимчику мы дарим тоже такой штук. Держи. Давай, сфотографируемся с тобой. Вместе. И пошлем эти фотографии. В лабораторию Касперского. Так, спасибо большое. Подожди. Ты тоже расскажи, что будешь плачать у меня. Школьники, ты слушаешь школу? Прекрасно. Правильно. Отлично. Да, что у нас еще осталось? Один. Умачки есть у нас? А, вирус. Ну, значит, еще продаж. Обменяешься на что-нибудь. Держи. Вот, кстати, нельзя сказать, что прям совсем у Мальчукова. Правда? Родители могут нарисовать здесь какой-нибудь красный бантик. И вы розовенький. Да? Держи. Тебе нравится? Пойдет? А? Да. Это, да. Что? Что? Александра. То есть это как меня тоже. Мы с тобой тески. Да, ну здорово. Сколько тебе лет? Три. Три года. Нормально пойдет. За счет. Да. Смотри, у тебя серый, к синему идет. Серенькая у тебя подошва. Пукет. Все, ну, держи. Хороший, красивый. Давай я посмотрю в кадре. Красивый. Мне лучше. Такое. Да, да, ничего. Даша, спасибо. И сажился. Да. Кому мы хотели утешить этот пристал? Такому-то папке. Где папа? Папке такой. Папу, который приедет издалека, да? Ну, папа, кстати, будет рад. Что ему там? Да. Какой папа? Я всегда думаю, надо что-то себе карманы набить. Давайте наденем папа и другие. Потому что, ну, вы уж определитесь, на всех уже не хватит. Платит. Значит, это флешка, по-моему, на 32 гигабайта. Это тоже Каспинский, в виде такого ниши. Видите? Да. Я думаю, это точно для работы пригодится, да? Спасибо. Пожалуйста. Спасибо большое, что принимаете участие. Это тоже не имею. Сейчас я весьма дружу. Есть или нет? Папа, проверьте. Сейчас раздевается. Есть, есть. Ну, тогда мы Мария Авдеевна... Кому мы хотели подарить? Мария Авдеевна. Ну, давай тогда Мария Авдеевна подарим. И Александр, я знаю, время. Да. Вам тоже тогда вот эта вот большая хрусточка. Ну, если я бы в Москве, я всегда вам что-то могу. Да, понятно. Вот тоже им подарим на 32 гигабайта, потому что вот эти фотографии будут. Вот мы все собираем здесь. Это много, кстати. Да, хорошо. Мне так было. Да. Хорошо.